Аминь, какая прекрасная духовная молитва. Спасибо. Как было сказано в этих словах, через даже облака, «Будь со мной, Господь». И представьте, сколько у нас было бы сейчас людей, если бы Господь ответил на наши молитвы, если бы мы объединились в наших молитвах. Давайте откроем Писание, Лука, 11 глава. Однажды молился Иисус в отделенном месте, и к нему подошли ученики и попросили научить его молиться, как он. И он говорит, «Хорошо, я вам покажу пример молитвы». И он начал, «Отче наш, сущий на небесах». И он рассказал им притчу о том, что поздно приехал человек в гости, и в полночь он побежал к своему другу, к соседу, и стал звонить, стучать в дверь, потому что ему нужен был хлеб, чтобы накормить своего гостя. И он не приставал звонить и стучать, пока не получил. И говорю, если говорю вам в восьмом тексте сказанного, если он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит. По неотступности, я люблю эту фразу, по неотступности. Вот прямо сейчас у нас наступило время, когда мы должны стать вот такими неотступными в своей просьбе, о чем Иисус в 13 тексте говорит, что же мы должны просить. Итак, если вы, будучи злые, умеете благие делать, я не давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящему Него. Он даст Духа Святого тем, кто будет просить у Него. Это обетование о Духе Святом. Вот представьте, что мы отправимся сегодня в магазин Мэйсис, это довольно крупный магазин здесь, в Сент-Луисе. Вот представьте, мы туда зашли, мы у входа, и человек у входа, который стоит, говорит, у меня есть для вас кое-что, это ваш день. И вот там на столе у него стоят две коробки подарочные. Он говорит, вот смотрите, я не буду предлагать вам выбрать наугад. Я предложу вам открыть коробки, посмотреть, что там, и потом решить, какой же вы хотите взять. И вы такие, классное предложение. И вот открываю я коробку одну, и там, знаете, такие дорогие часы, которые обычно продаются в дьюти-шопах в аэропортах, которые вы себе, наверное, когда в жизни не сможете позволить купить. У меня вот часы, которые уже много лет, дешевые и до сих пор работают. И вот я смотрю на эти часы дорогущие, и думаю, какой шикарный подарок. И она говорит, подождите. И вы должны сначала обе коробки посмотреть. И вот она дает вторую коробку. У меня немножко руки дрожат, когда я открываю ее. И вот там золотая табличка, и там слова. Что это, кто обладатель этой карточки, может как бы иметь доступ ко всему, что здесь есть, и получить абсолютно все. Я смотрю и не могу поверить, что это правда, что там написано. И вот я думаю, так, у меня есть часы дорогущие, и есть карточка, на которой сказано, что я могу получить абсолютно все в этом магазине. И, конечно же, если только у вас совсем, как говорится, мозгов нет, вы выберите часы, конечно же, вы возьмете карточку, которая даст вам доступ ко всему, что вы захотите. И сегодня мы будем говорить о Духе Святом. И что сказано? Вы получите дар Духа Святого. И с получением вот этого дара, Духа Святого, вы получите и все остальные дары. Итак, циркающие часы или весь магазин, что вы выберете? Получая вот этот дар Дар Святого Духа, вы сможете получить все, потому что, обладая этим даром, мы сможем обрести всю полноту милости Христа. И Он готов нам дать абсолютно все, что Он может дать нам. У Него есть возможность дать нам абсолютно любое благословение с небес. И, конечно же, мудрый человек выберет, что карточку, которая даст ему вот этот доступ к неиссякаемым источникам складов огромного магазина. И я уверен, что я услышу аминь из тех, кто присутствует здесь, что благодаря Христу у нас есть все. И Христос нас пытается научить этой истине. Он хочет, чтобы в Иоанна 14-16 главе говорит о Духе Святом. Он говорит о том, что даст нам Дух Святой, что Он будет учить нас истине, Он принесет нам Его присутствие, истине научит. И Дух Святой единый дар, который открывает нам доступ к другим дарам. Все остальное приходит вместе с Ним. Потому что, когда у вас есть Христос, у вас есть все. Пять лет назад кое-кто дал мне почитать книгу, которой у меня не было до этого. Эта книга была написана немецким пастором. И я думаю, что вы знаете эту книгу «Шаги к личному возрождению». Вы можете прогуглить эту фразу, и вы попадете на сайт, где можете скачать эту книгу. Просто так. Бесплатно и в течение какого-либо пары кликов. Я хочу сказать, что эта книга изменила мою жизнь. Изменила мое служение. Изменила то, как я проповедую. Почему я проповедую. Изменила мою жизнь, потому что никто в жизни не учил меня этому. Вы каждый день спрашиваете о крещении Духа Святого. И это будет один из важных моментов в моей жизни. Быть, находиться в Слове Христово. Самое важное. Евангелие от Луки 13 призывает нас к ежедневному поиску Иисуса Христа. Посмотрите. Давайте прочитаем. 11 Итак, если вы, будучи злые, умеете благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого. как много даст Отец, если каждый день, каждый день будете спрашивать, просить. Дух Святой приходит, когда мы спрашиваем каждый день, каждый день, наполни, наполни меня Духом Своим Святым Иисус. Смотрите. Иисус спрашивал Сам об этом крещении Духа Святого. Каждый день, каждое утро Он обращался к Святому Отцу и просил Духа Святого. Что мы видим здесь? Каждый день, каждый день Он просил крещения Духа Святого. Каждый день, смотрите. И если наш безгрешный Отец просил ежедневно Духа Святого, то насколько мы, мы, будучи членами Церкви Адвентистов Своим Днем должны просить Духа Святого? Насколько мы, делегаты этой сессии, должны ежедневно просить Духа Святого? Как часто учителя субботней школы и евангелисты должны просить Святой Дух ежедневно? Один подарок, один дар, один дар принесет нам большие благословения. Не эти часы, не какой-то магазин. Эллен Уайт говорил, просите, взывайте о Духе Святом. Молите, не часы блестящие, но дай Мне все. Когда у вас будет Дух Святой, у вас будет Иисус. И тогда у нас будет все, чего мы не захотим. Истина заключается в том, пожалуйста, поймите меня правильно, нам нужно также преображение, нам нужен поворот от каких-то ежедневных случаев, но к ежедневному участию. Потому что если мы будем очень редко приходить ко Христу, какой-то особый случай, раз в пять лет или в какой-то, особых случаев недостаточно. Нужно ежедневное прощение, прощение, прощение. Иисус каждый день просил Отца крещения Духом Святым. И это не проходит в группе, это как бы всегда происходит на личном уровне. Просите Духа Святого. Мы нуждаемся сегодня в Духе Святом. и сегодня, и сегодня, и сегодня, до того момента, когда Иисус придет. Вот как долго нам нужно молиться об этом. Ежедневно. До пришествия Иисуса Христа. Сегодня, сегодня, и сегодня. До того момента, когда придет Иисус Христос. И Его пришествие будет скорым. И Я уверен в этом, что Вы и Я также уверены в этом. Обратитесь ко Мне, взывайте ко Мне в день бедствия, и Я спасу вас. Мои братья и сестры, сколько должно быть таких дней скорбей, чтобы обратиться к Нему за этим даром? страну, которая называет Своим домом, находится сегодня в большой беде. И страны, из которых тоже Вы приехали, тоже также находятся в большой беде. Вся проблема сегодня находится в проблеме. И Господь говорит, взывайте ко Мне, воззовите ко Мне, и Я спасу вас, и вы прославите Меня. И я говорю, что мы должны взывать к Нему ежедневно, прямо сегодня, с этого момента. И последнее, перед тем, как мы будем молиться. Ничего, кроме крещения Духа Святого, не может привести Церковь в правильное положение, приготовить людей к того, чтобы быть устойчивыми во время конфликтов. Будем просить Духа Святого без стеснения какого-то сегодня и завтра и послезавтра до того момента славного пришествия Иисуса Христа. Аминь. Почему бы нам не встать опять встать на колени? Не молитесь все вместе. Это ваше время, ваше личное молитвы. Те, кто находится в зуме, встаньте на колени. Я приглашаю всех встать. Встать и в этот момент тишины простая молитва Иисус. Я прошу Тебя сейчас об этом даре. Дай мне его по своему благоволению. Я буду молить об этом даре каждый день. Наполни меня. Крести меня своим духом. Давайте помолимся сейчас этой простой молитвы в наших сердцах. Прямо сейчас.